Итак, коллеги, наш следующий гость, аудиодескриптор Иван Борщевский, аудиодескриптор и переводчик. Правильно ли я вас в двух лицах представлю? Да. Если можно, мне демонстрацию экрана тоже разрешите, потому что я... Сейчас я ее включу. Так, несколько участников могут... Ага, есть, спасибо. Спасибо большое, да. Здравствуйте, коллеги. Да, я переводчик, я перевожу фильмы. Я кинопереводчик. В то же время я еще и аудиодескриптор. И в нашей стране эта профессия также называется тифлокомментатор. Я занимаюсь адаптацией фильмов для людей с нарушением зрения. И в последнее время мы все больше адаптируем фильмы с нарушением зрения и слуха. И поскольку очень многие коллеги, которые выступали до меня, касались проблем отрасли в текущей ситуации, в текущих событиях, то тоже хочу пару слов сказать о переводческой отрасли, в частности, о аудиовизуальном переводе, об отрасли в новых условиях. Скажу я вам, что, в принципе, ситуация, хотя и немножечко изменилась, но для аудиовизуальных переводчиков она не ухудшилась, потому что большое количество фильмов, в том числе и зарубежных, поступает нам на перевод, продолжает приходить. Недавно мой коллега Алексей Козуляев из компании RuFilms дал интервью, и он рассказал, что даже тот же Netflix, по сути, не ушел из России как таковой, потому что у них есть правило озвучивать фильмы там, где живут носители языка. И поэтому для русскоязычных жителей, которые живут за пределами России, фильмы переводятся и озвучиваются здесь только через какие-то там буферные компании. Также могу сказать, что увеличилось количество не только, как ожидалось, индийских и китайских фильмов, но также и латиноамериканских. В 90-е годы все обалдели под бразильские, мексиканские и аргентинские сериалы, и, в принципе, все это дело продолжается сейчас. Что же касается темы, которым мы заявили, это зачем кинопереводчику изучать сценарное мастерство? Ну, тут, казалось бы, вообще действительно все понятно, потому что если мы не будем знать основы киноязыка, если не будем знать основы драматургии, то переводить все мы будет очень трудно. Но, тем не менее, есть кое-что, что можно сказать, и я, с вашего позволения, включу демонстрацию экрана. Да, начну с такого небольшого мема. Кто мы, переводчики? Что мы делаем? Переводим кино. Кто всегда крайний у зрителей и актеров? А нас все равно никто не знает. С одной стороны, конечно, переводчики всегда крайние у зрителей и актеров, даже если, скажем, у иностранного фильма был откровенно слабый сценарий, откровенно плохая игра актеров, плохо сработали актеры озвучания, такое иногда тоже бывает, но виноват всегда бывает переводчик. С другой стороны, кинопереводчиков мало кто знает по именам, и если перечисляют каких-то переводчиков известных, то, как правило, это синхронные переводчики эпохи ВИЧС, так называемые гнусавые переводчики, это прозвище получили благодаря специфическому произношению володарства. Это переводчики, на самом деле, синхронисты, а вот по-настоящему кинопереводчиков мало кто знает. В последние несколько лет я провожу очень большие исследования в истории киноперевода и обнаружил очень интересный факт, что большинство известных кинопереводчиков прошлого, имею в виду советского времени, как на киностудии Мосфильм, как на киностудии Ленфильм, и очень была шикарная студия киноперевода в Узбекистане, Узбекфильм, это студия дубляжа, которая просто гениально переводила фильмы на узбекский, и укладывала в артикуляцию актеров. Так вот, большинство известных кинопереводчиков того времени, как правило, были режиссерами или сценаристами. И это наводит на некоторое размышление. Но прежде чем к ним перейду, я хочу обсудить несколько мифов о кинопереводе, которые существуют до сих пор, к сожалению, в нашей стране. Ну, во-первых, первый миф о аудиозуальном переводе, что синхронный перевод – это и есть аудиозуальный перевод. То есть вот те самые переводчики, про которые ходили сплетни, что они переводят с прищепкой на носу, вот считается, что это и есть киноперевод, аудиозуальный перевод. На самом деле это синхронный перевод. Вот один известный переводчик эпохи ВИЧС говорит, что если что-то не понимаешь, приходится придумывать. И действительно, когда пересматриваешь фильмы в оригинале, переведенные синхронистами, или пересматриваешь уже в современном дубле, то увидишь, что было додумано переводчиком синхронным в то время, когда он переводил на кассету, на видеокассету. И не могу не вспомнить, есть очень интересная байка, которую написал Михаил Веллер про одного очень известного журналиста и переводчика, которого по молодости пригласили переводить на кинофестиваль в Москву какой-то фильм. И вот его с утра с небольшого бодуна сажают в будку переводить. Вот включают фильм, он надевает наушники, включает звук и слышит, что фильм на монгольском. А переводчик, хотя и полиглот, но он владел больше французский, испанский, английский, но никак не монгольский. И тогда он начал придумывать историю, едет по степи монгольской какой-то батыр, поет какую-то песню, и переводчик переводит. «Я еду к своей любимой на Лихомской куне, сейчас я к ней приеду, у нас будет большая с ней любовь». Он приезжает куда-то в далекое стойбище, из юрты выходит мужчина. Переводчик понимает, что это не совсем та девушка, о которой он пел, и он начинает дальше переводить диалоги, как будто идет любовный диалог. «Здравствуй, дорогой друг, как я соскучился по тебе, я мечтал о тебе долгими ночами». Следующая сцена – «Звездное небо». Эти двое мужчин лежат вместе, накрытые овечьей шкурой, и смотрят небо, о чем-то беседуют. И переводчик, уже войдя в раж, переводит, что «мой возлюбленный, твой нефритовый стержень», и дальше там по тексту он придумал. Надо сказать, судя по этой байке, этот перевод вызвал большую фурор. И на следующий кинопоказ монгольского фильма пришли толпы народу, но в тот момент был уже нормальный. Монгольский переводчик, который перевел производственную драму о выращивании тканей в монгольской степи. Ну, понятно, что все возмутились жесткой цензурой, потребовали старого переводчика, и, в общем-то, этот фильм даже получил какой-то приз за новаторство в социалистическом искусстве. Но почему вся эта байка? В том, что синхронные переводчики очень часто додумывают то, что происходит, потому что не всегда можно определить, не всегда можно понять, что происходит в данный момент на экране, особенно если, например, говорят какому-то герою, который отсутствует, и говорят так, что полгероя не поймешь. Бывает так, что ты думаешь, что герой – это мужчина, как вот в предыдущем выступлении, а в конце оказывается, что это женщина. И часто переводчики просто в смятении. Таким образом, синхронный перевод – это не аудиозвизуальный перевод. Ну и печально, что когда переводчик этот признался, что когда я перевожу, обычно смотрю в пол. Кино – это искусство визуальное. Смотреть в пол при переводе кино очень опасно. Так можно легко вместо nail, вместо ноготь перевести как гвоздь. Это звучит одинаково. И в английском языке эти два слова. Что было, в общем-то, в моей практике, когда один переводчик слово «ноготь» перевел словом «гвоздь», не глядя на экран. Еще один миф – это то, что переводчик сам озвучивает переведенные фильмы. Есть несколько актеров великолепных, которые умеют переводить фильмы, и они умеют озвучивать это профессионально. Есть феномен перевода Гоблина, который, в общем-то, больше стендап, нежели перевод. Но в целом переводчики сейчас не озвучивают переведенные фильмы. Есть замечательные актеры озвучивания дубляжа, которые справятся с этой задачей гораздо лучше. Конечно, иногда нас накрывает волна ностальгии. Мы там мечтаем, чтобы пересматриваем какие-то фильмы в гнусавом переводе по HVHS, но в целом сейчас люди привыкли смотреть фильмы в более качественном переводе, но и в целом большинство переводчиков не озвучивают переведенные фильмы. Еще один миф о том, что профессия переводчика вымирает. Вот здесь вы видите одно из выступлений, где среди вымирающих профессий профессия переводчика, потому что нейросети действительно достигли достаточно больших успехов. Сейчас Яндекс в браузере запустил перевод видеороликов на YouTube, стримов, и, скажем так, некоторые, особенно там естественно научные передачи, где слова, как правило, имеют одно значение, нейросети переводят достаточно неплохо. Но вот я попробовал прогнать по нейросетям несколько фильмов, которые я переводил, просто посмотреть. Например, американский ситком «Как я встретил вашу маму», я переводил там несколько сезонов, то не справился с шутками, потому что шутки и, скажем, неологизмы какие-то перевести очень трудно. Ну вот пример из другого сериала «Теория большого взрыва», словечко, которое использует главный герой Шелдон Купер, по-английски он звучит как бассинга, но гениально просто был переведен компанией «Кураж Момбей» как «Бугагашенька», и вот до «Бугагашеньки» пока нейросети не додумались. Хотя, надо сказать, что они идут вперед, но, тем не менее, распознавание пологероя, распознавание лиц не всегда срабатывает в нейросетях, и уже это сказывается на качестве перевода. Так что пока еще машины нас не заменят, и это радует. Кстати, вот машины пробовали заменить сценаристов. Года два или три назад сняли фильм, написанный полностью нейросетью. Сценарий написан нейросетью. Где-то у меня даже он был на страничке, но, в общем, там тоже бред такой сивой кобылы получился. Так что сценаристов, похоже, тоже нескоро еще заменят роботы. Еще один миф об аудиоизуальном переводе, что лучше всего переводят пизинга, то есть люди, для которых оба языка одинаково родные. Но если вы послушаете, как, например, говорят по-русски эмигранты, которые давно-давно уехали из России, например, а та же Мила Йовович, Мила Кунис или там Сергей Брин, то вы видите, что они говорят на уровне того языка по-русски, который был на момент их отъезда. Они говорят на уровне пятилетнего ребенка, тринадцатилетнего подростка и так далее. И вот сейчас, если получится, я запущу просто начало небольшого интервью. Как раз вот здесь журналистка в Канаде берет интервью у женщины, которая является билингом. Рядом со мной находится менеджер этого салона-магазина, Зоя Виксельштейн, которая любезно согласилась ответить на наши вопросы. Ну и первый вопрос именно о дизайнере. Почему именно Саймон Ченг? В Мир Моды сегодня насчитывает огромное количество дизайнеров. Почему вы предпочитаете работать с этим человеком? Во-первых, он великолепный человек. Его дизайн могут носить любого возраста, любого shape, size, height. И он timeless. Мне его вещи, я его имею вещи еще. Я помню первый сют, когда мне было 18 лет, мой job interview suit. У меня еще он есть. Просто fun to remember. Ну вот, надеюсь, вы слышали звук, был звук. Это пример того, как нередко говорят билингвы. Некоторые билингвы, которые живут в стране иностранного языка, скажем, если мы говорим про Россию, то скажем, где-нибудь в англоязычной стране, они узнали какие-то понятия, которые появились в их жизни только после переезда. И, например, они не знают, что английское слово pound переводится как фунт, и они считают паундами. Не фунтами, а паундами. И много других есть таких особенностей языка билингвов, недавно даже попалась книжка очень интересная, как говорят по-русски за рубежом, о том, как меняется язык мигрантов. Очень интересно. Но вообще актуальность языка теряется за 2-3 года. То есть уже через 2-3 года человек, живущий вне языковой среды, уже не понимает всех тонкостей языка страны, куда он уехал. В принципе, это же происходит, если, например, человек изолируется и меньше общается с другими. То есть какие-то слова он произносит на уровне, ну, скажем, несколько лет давности актуальность была. Типа, пытаясь выглядеть модным, он будет говорить сразу шнурки в стакане, которые вспомнят люди, которые жили в 90-е годы. Но сейчас так, например, абсолютно не говорят. Очень неплохо это, кстати, показали в фильм с сыном Табакова, молодой человек. Там как раз интересно, когда он пытался изображать из себя 18-летнего, 30-летний юноша. Достаточно интересно это было показано. Поэтому билингвы тоже не вариант. Тоже не вариант. Поэтому лучше всего переводят профессиональные переводчики, которые прошли профессиональную подготовку. И вот что включается в аудиозуальный перевод? Это фильмы, сериалы, игры, аудиозуальные новости, реклама, погружающие аудиозуальные произведения. Это виртуальная реальность, дополненная реальность. Вот моя профессия непосредственно, которой я больше внимания сейчас уделяю. Это форма обеспечения цифровой доступности. Это тифлокомментирование, субтитры для глухих и слабослышащих, перевод на жестовый язык и перевод на простой и ясный язык. Это тоже аудиозуальный перевод. Образовательные программы и многое-многое другое. То, что мы переводим, в принципе. Но что мы переводим? Мы переводим не текст. Одно из заблуждений, которые есть у профессиональных переводчиков, это то, что мы переводим текст. Я не только перевожу, я редактирую чужие переводы и я преподаю перевод в нескольких учебных заведениях. И вот анализируя ошибки, которые делают коллеги-переводчики при переводе фильмов, я пришел к одному очень парадоксальному выводу, что профессия переводчика в фильмах ближе не к профессии переводчика, как такового, устного или письменного, а она ближе к профессии сценариста. Именно сценаристы из всех киношных специальностей, потому что точно так же, как сценаристы-переводчики работают со словом, точно так же, как сценаристы-переводчики создают миры, пишут диалоги, ну, диалогисты, да, пишут диалоги, и понимание принципов написания сценария, сценарного мастерства, знания основ сценарного мастерства помогает при переводе. Так вот, мы переводим не текст, Мы переводим киносцену, и визуальный ряд у нас в приоритете, текст у нас всегда вторичен, визуальный ряд у нас всегда на первом месте, потому что мы можем переводить как угодно, но если картинка будет противоречить тому, что мы переведем, то это будет очень заметно. Вот, например, тот же сериал «Теория большого взрыва», там был очень интересный эпизод, когда главный герой говорит, я сказал одно слово, а мог бы сказать три, а показывает четыре, потому что в оригинале на английском языке эта фраза состоит из четырех слов, но что мешало переводчику в переводе сделать четыре слова? Он просто не посмотрел на экран на тот момент, что герой показывал цифру четыре, поэтому визуальный ряд у нас всегда в приоритете. Есть такое понятие коллективного автора, когда каждый из создателей фильма говорит на своем языке, и переводчик он вписывается в этот коллективный автор, в группу коллективного автора. Режиссер говорит на языке образов, сценарист на языке слов, композитор музыки, звукорежиссер значимых шумов, актер слов, интонации, мимики, жестов, декоратор вещей окружающих героев. И подсчитали специалисты, профессора, и я с этим словом согласен, что до 15 знаковых систем одновременно присутствуют в кадре, в каждой сцене присутствуют 15 знаковых систем. То есть визуальный ряд, звукошумовой ряд, слова, написанный текст, текст, написанный в качестве субтитров для нас, зрителей, и текст диагетический, который внутри фильма происходит. То есть это 15 знаковых систем, и все они обрушиваются на зрителя. И все эти 15 знаковых систем мы, как переводчики, должны свести к одной словам, мы должны перевести. Но учитываем при переводе все, что мы видим, слышим на экране в этот момент. Понятно, что кинопереводчики есть разные. Понятно, что расценки на киноперевод одни из самых низких. В принципе, когда киноперевод ушел в постпродакшн, это очень сильно сказалось вообще на качестве перевода. Потому что, если говорить об эпохе немого кино, то в эпоху немого кино перевод был включен в производство фильма. Потому что интертитры, которые создавались тогда для вклейки между сценами, также синопсисы, которые составляли авторы сценариев, для того, чтобы они зачитывались во время кинопоказов, как вот это делал Жорж Мельез, то тогда переводчики присутствовали, по сути, на самом первом этапе написания чуть ли не сценария. Потому что интертитры, все это было связано с написанием сценария. Когда после перевода ушел в постпродакшн, на него стали выделять как можно меньше времени и как можно меньше средств. В результате, к сожалению, в отрасль пришли люди, которые просто рассматривают киноперевод как случайный заработок. Поэтому мы имеем то, что имеем. Иногда мы получаем очень печальный результат на экране. Нам, конечно, этого не хотелось. Поэтому, преподавая перевод, пытаясь эту ситуацию исправить. Ну вот, как бывает, что переводчик может испортить фильм. Вот реальный отрывок из киносериала, который я редактировал. Здесь герой, один мужчина, передает женщине пакет и говорит, согласно русскому переводу, это вам отправила ваша дочь через мессенджер. Конечно, английское слово «мессенджер» имеет значение «мессенджер». Но здесь победа словаря на здравом смысле. Переводчик явно смотрел в пол и упустил кучу других интересных возможностей, потому что слово «мессенджер» означает и глашатый, и притеча, несущий трос, и даже информационная РНК. Поэтому такой переводчик, он по-английски говорит только со словарем, с людьми пока стесняется. Но беда в том, что переводчик посмотрел не на экран, посмотрел в текст перевода и не учел то, что вряд ли сумку сейчас можно по мессенджеру передавать. Конечно, это гениально было бы, если бы это сделали. Но пока все-таки еще существуют курьеры, а это одно из значений слова «мессенджер». Вот один из примеров того, когда не был учтен приоритет видеоряда. Слово возобладало над картинкой, и получилась вот такая беда. Безусловно, ни продюсеры, ни режиссеры, ни сценаристы не хотели бы, чтобы с их фильмами так обращались. Гадар, недавно почивший, вообще запрещал свою фамилию ставить в титрах переведенного фильма итальянского. Потому что сказал, что в переводе получился совершенно другой фильм, который я не признаю. То есть вот, пожалуйста, как переводчик может испоганить хороший фильм. Особенность аудиозуального произведения, не мне вам рассказывать, вы, коллеги, это знаете, даже лучше меня во многом, есть несколько особенностей. Это в первую очередь, что все потоки, все 15 знаковых систем одновременно обрушиваются на зрителя, и они постоянно меняются и борются за наше внимание. То в какой-то момент какая-то деталь одежды будет важна. Вот только что Рада выступала, говорила, что на протяжении нескольких серий нам нужно показывать одну и ту же деталь, которая потом раскроется. И все где-то. Вот да, это все есть на экране. Какие-то, может быть, детали одежды, какой-то звук, какие-то выражения, какие-то фразы. Все это одновременно обрушивается на человека и на зрителя, и конкурируется его внимание. И, в принципе, невозможно одновременно все происходящее на экране усвоить, поэтому каждый из нас усваивает это происходящее на экране своим образом. По сути, если сидят рядом 2-3 человека, они смотрят абсолютно разные фильмы, даже если они смотрят один и тот же фильм. Потому что мужчины смотрят фильм по одному, женщины по другому, мужчины в одном возрасте по одному, женщины в другом возрасте по другому. Очень часто я со студентами говорю о вопросах, целевой аудитории, и для переводчика целевая аудитория очень важна. Нужно ее раскусить, нужно ее понять, понять, кто будет потенциальным зрителем, кого имел в виду сценарист, режиссер, продюсер в качестве потенциального зрителя, и тогда фильм зайдет на эту целевую аудиторию. Если фильм в переводе не заходит на целевую аудиторию, то значит переводчик здесь что-то не смог сделать. Ну, точнее, не что-то, вообще ничего не смог сделать. И исследования показывают, что только 30% происходящего на экране мы замечаем. И мы сами определяем, что входит в эти 30% в зависимости от нашего опыта, состояния души и так далее. Но, в принципе, этот феномен на уровне бытовом известен абсолютно всем, что если ты перечитываешь книгу или пересматриваешь фильм через какое-то время, то ты видишь в нем те детали, которых не замечал раньше. И проводились исследования нашими каталонскими коллегами, и там они определили, что человек при просмотре фильма все-таки смотрит больше на картинку, чем пытается обработать звукоряд, чем пытается обращать внимание на слова. Картинка идет в приоритете. Проводились исследования по движению глаз, определялись, на что смотрит человек, на что обращает внимание. Так вот, визуальный ряд важнее, картинка важнее. И, в принципе, это логично, потому что кино, искусство визуальное. Немое кино, когда стало сходить на убыль и появился звуковой фильм, то многие режиссеры, они очень возмущались и говорили, что теперь кино проиграет. Очень интересный манифест написал Удовкин, Эйзиштейн и еще кто-то, не помню, про будущее звукового кино. И там они тоже немножко рассуждали, они предсказали дубляж как таковой. Но тоже были проблемы в том, что визуальность потеряется. Но мы знаем, что этого не случилось. Визуально. Мне очень понравилась у Александра одна цитата, что большая часть ваших любимых сцен в кинофильмах, это, как правило, сцена без слов. Это действительно так. Поэтому, в принципе, человек обращает внимание на визуальный ряд. И если на этом фоне звучит перевод, и человек еще должен отвлекаться на осмысление перевода, вот тогда будет очень плохо. Потому что хороший кинопереводчик, он как ниндзя. Если его заметили, то все, это фиаско, братан. Поэтому хороший кинопереводчик будет переводить так, чтобы зритель не отвлекался на переработку информации. Но в частности, например, один из ярких примеров это перевод единиц измерения в метрическую систему. Но кроме морских узлов и морских миль, все остальные единицы измерения мы должны переводить в метрическую систему, потому что зритель не должен гуглить, отвлекаться от визуального ряда, что такое пинта, что такое галлон, что такое фунт, фут, дюйм и так далее. Поэтому переводчик вот в этом отношении должен проявить такое мастерство. И все это, вот все, что мы сейчас я перечислил, это все выходит за рамки, собственно, перевода, за рамки теории перевода. Конечно, в теории перевода есть ситуации, где предусмотрены некоторые из этих моментов, но это то, что сейчас обсуждаем, перевод фильма все-таки ближе к сценарному мастерству, нежели к переводу фильма. Но еще один важный момент, это то, что в фильмах неполнота отображения, то есть тот же эффект Кулешова, который часто используется, тот же географический эксперимент Кулешова и многие другие моменты, связанные с монтажом, показывают, что не все нам показывают, кое-что мы додумываем. И вот то, что мы додумываем, хорошие режиссеры, хорошие монтажеры, операторы, они нам будут показывать, и мы будем додумывать в правильном направлении. И задача переводчика додумать, что хотел сказать сценарист и режиссер, и перевести не только то, что говорят, но и то, что мы должны додумать. То есть мы должны так перевести, чтобы вот эта додуманность сохранилась, если можно так сказать. Хорошо, если есть возможность контактировать с кем-то из создателей фильма, чтобы уточнить, а что вы тут имели в виду. Но чаще всего это невозможно или в силу географических причин, или в силу даже причин времени, когда мы переводим старые фильмы, мастеров которых уже нет, нет живых. И вот здесь без понимания кинодраматургии не обойтись. Здесь не обойтись без понимания основ написания сценариев, без понимания основ киноязыка. и надо переводить именно так, чтобы у зрителя создалось именно то впечатление, которое хотел передать автор. Это достаточно сложно. Скажу вам, что не у всех переводчиков, к сожалению, это удается, но в принципе это возможно, это реально. Но вот интересно, Александр Мучмита говорил, что фильму нужна единая структура эмоционального развития замысла и сценариста режиссера. И замыслы могут отличаться, но структура должна быть общей. Скелет фильма должен быть единым, скелетом мы называем структуру эмоционального развития фильма от нуля до катарсиса. И если говорить о кинопереводе, вот именно эту структуру мы и переводим. Мы ее должны прочувствовать и перевести. Зритель должен прожить фильм и игру так же, как тот, кто столкнулся с этой структурой в оригинале. Много есть чисто переводческих моментов. Например, отец библейского перевода Юджин Найда в 60-е годы сформулировал принцип динамической эквивалентности. Этот принцип очень хорошо оказался применим в кинопереводе, потому что суть, что произведение в переводе должно вызывать те же самые эмоции, что и произведение оригинала. И вот в кинопереводе мы стараемся именно так и переводить, хотя, конечно, это вызывает большие нарекания со стороны коллег-переводчиков. Если вы погуляете по переводческому сообществу или по блогерам, которые пишут о кино, то очень часто можно услышать их слова «вот так не переводят, там герой такого не говорил, вот этого слова значения такого нет». Но переводчик кинопереводчик при переводе он, по сути, пересоздает фильм заново. Вот если говорить о кинопереводе, что определение аудиозального перевода, которое дал, опять же, мой коллега Алексей Козуляев, аудиозальный перевод это создание нового многоуровневого многосмыслового единства на языке, на котором сочетается перевод фильма или игры на основе единства, которое существовало на исходном языке. То есть мы берем фильм, который был в оригинале и пересоздаем его, по сути, на русском языке. И вот этот новый пересозданный фильм должен быть эквивалентен исходному фильму по эмоциональному воздействию, сохраняя структуру смысловых связей, обеспечивать идентичность зрительских аудиторий, исходной нашей культуры и так далее. И идеальный перевод – это когда перевод входит в культуру языка нового, и мы начинаем придумывать мемы какие-то на основании переведенных фильмов. Например, мой коллега Вячеслав Козлов из Дальнего Востока, он переводил, по-моему, сериал, я не смотрел этот сериал, что-то про мертвецов, то ли «Ходящие мертвецы», то ли «Восставшие из ада», знаменитый сериал. И именно с его легкой руки появился мем про Карла. Этот мем вошел в культуру, из чего видно, что переводчик очень справился. Если говорить о том, что мы переводим, создатели оригинального произведения ведут зрителя через интересы, переживания, идентификацию и смену эмоциональных состояний. И если где-то на этом уровне мы выбьем зрителя из восприятия, он не будет смотреть фильм, фильм провалится в прокате. К сожалению, такое тоже может быть. Бывает, что перевод может испортить, в принципе, очень хороший фильм. Поэтому тут переводчикам без знания сценаристики тоже не обойтись. Но как это удается? Удается это, к сожалению, не всем. Вот я редактировал один перевод и указал человеку на многочисленные ошибки, грамматические, орфографические, на что человек мне заявил, стилистические, лексические. На что человек заявил, у нас русский язык в восьмом классе закончился. Ну вот, если у человека закончился в восьмом классе русский язык, то ему сейчас за перевод в фильмах все-таки не садится. Один из таких наглядных примеров того, как переводчик не может понять смысл ситуации, переводит чисто механически, это знаменитая американская фраза «Are you okay?» или «Are you alright?» Да, реально, американцы сами говорят эту фразу по поводу и без повода. И сами высмеивают ее, эту фразу, в мемах и в самих фильмах. Например, когда, буквально сериал «Новичок» сейчас идет на некоторых платформах, и там героиню кто-то избил, подбегает полицейский, спрашивает «Are you okay?» И она говорит «no». То есть «Вы в порядке?» Она говорит «нет». Они уже сами высмеивают эту манеру спрашивать «В порядке или нет». Но нередко русские переводчики не знают, как с этой фразой работать. Человек весь в крови. Им спрашивают «А ты в порядке?» «Зашибись». И вот есть в интернете один ресурс, на котором собраны переводы субтитров, всех, кто переводил уже раньше, субтитры разных фильмов. И там можно в памяти переводов покопаться, кто как переводил ту или иную фразу. И вот эту фразу «I okay?» практически везде переводят «Ты в порядке?», «Ты в порядке?», «Вы в порядке?», «С тобой все в порядке?». Без вариантов. Без вариантов. В порядке, в порядке. Причем ситуации абсолютно разные. Абсолютно разные. И где-то можно было перевести «Ты цел?», где-то можно перевести «Как ты?», где-то можно было перевести «Ты в порядке?», где-то можно было перевести «Что с тобой?». Но везде «Ты в порядке?», «Ты в порядке?», «Ты в порядке?». Ну и хочу привести один пример, а потом можем к вопросам перейти. Пример того, как можно перевести фильм более-менее адекватно, смешно, но при этом не точно. Знаете, есть еще такое сейчас понятие. Вошло правильный перевод. Это когда берешь словарь, и все переводишь по словарю, и добавляешь побольше мата. Не совсем это правильный перевод. И вот это пример сериала, который у нас был переснят, адаптирован. У нас это был сериал «Счастливо вместе» про Гену Букина. А в американской аудитории, в американском оригинале это был сериал «Nerrored with Children» «Женаты с детьми». Фильм рассчитан на 40-летних мужчин в кризисе среднего возраста. Фильм снимался с 80-х годов. И вот буквально года три или четыре назад одна стриминговая платформа заказала новый перевод этого сериала на русский язык. То есть представьте себе картину, что фильм снимался в 80-х годах. Уже современные американцы его не понимают, потому что там есть шутки, которые были понятны только в 80-х годах. Это ситком, в конце концов. И там обыгрывались ситуации или случаи, которые были понятны в то время. А теперь все это нужно перевести еще и на русский язык об американцах в 80-х годах. А культура, скажем так, жителей России в 80-х годах в Соединенных Штатах очень сильно отличалась. Тем более, если фильм рассчитан на 40-летних мужчин, то уж юность этих 40-летних мужчин в России в Соединенных Штатах отличалась еще больше. Но приведу один пример. Включу видео на английском сначала, и потом покажу, что это. Это отрывок из этого фильма. Мы изучили историю. Например, вы понимаете, что мужа Томаса Джефферсон была черной? Он и Уизи были плохие, понимаете? Он был настоящий ренессансный человек. Он был архитект и дровочковщик. И песчанчик. Скажи им, Кэл. Ну и дальше песенка идет. Что они говорят? Значит, девушка говорит, девушка – это тупой американский подросток, амплуа, и ее старший и младший, точнее, сексуально забоченный брат занимается с ней репетиторством, учит ее делать домашние задания. И вот они проходили типа урок истории и говорят о Томасе Джефферсоне, третий президент Соединенных Штатов, который подписал Декларацию Независимости. И вот девушка говорит, а знали ли вы, что жена Томаса Джефферсона была черной? Ну, как вы слышали, на этой фразе зрители, а это все снимается перед живой аудиторией, зрители засмеялись вяло, засмеялись. А дальше она говорит фразу «Он с Визи когда-то были бедными». Тогда зрительный зал засмеялся в полную силу, и вот вы слышали, там не могли долго остановиться. Что за Визи и что за ситуация? Дело в том, что в 80-е годы был очень популярен сериал Джефферсон. Главный герой у него была жена Визи, и они были бедными поначалу. И он был архитектором и пылесосником, химчисткой пылесосом занимался. И дальше она говорит о том, что он еще и писал песни. Когда он писал Декларацию Независимости, наоборот, он написал песню, и дальше она напевает песню, заглавную песню из этого сериала. То есть вот здесь ситуация, которая совершенно будет непонятна русскому зрителю в переводе, если перевести дословно. Ну, если про Томаса Джефферсона, может быть, кто-то еще и знал, то уж сериал Джефферсон смотрели вообще единицы. В моей жизни, вот я часто этот пример привожу, только один человек смотрел этот сериал, и то, почему девушка училась в Соединенных Штатах, и там она его смотрела. Большинство вообще не знает, о чем идет речь, о ком идет речь. И стояла задача как-то это адаптировать на русский, чтобы получилось хотя бы логично как-то. Надо сказать, что юмор тут не самый, как вы видите, высокого качества. Перевод, может быть, тоже не самый получился юморной, но, по крайней мере, это было то, что хоть как-то приближалось к оригиналу. Надо сказать, что потом, когда уже перевод сдаешь, то через 20 минут после того, как перевод сдал, в голову приходит самый смешной вариант. Ну, здесь точно так же было, перевод пошел к заказчику, а потом кое-какие смешные варианты еще пришли в голову. Ну, вот моя коллега-переводчица так обыграла вместе с редактором вот этот эпизод. «Ты знала, что жена Ленина была японкой? Они еще боролись за мир. Он был очень разносторонним, на гитаре играл и в кино, а еще писал книги. Расскажи, Келли, когда Ленин подписывал уставку мастической партии, он написал письменно обороте». Здесь мы видим, что обыграли Ленина и Леннона. Джон Леннон, жена японка, они боролись за мир, Ленин боролся за мир, ну и вот добавили такого немножко юмора. Политический деятель и в то же время известный музыкант. Вот один из примеров того, как можно переводить. И опять, если говорить чисто о переводческом мастерстве, то это не перевод как таковой. То есть здесь даже на уровне эквивалентности, если рассуждать, то, конечно, да, есть разные виды эквивалентности. Можно сказать, что здесь динамическая эквивалентность соблюдена. Но в целом это больше все-таки сценаристика. Поэтому, когда начинают, допустим, переводчики писать, будущие переводчики дипломные или диссертации магистерские, начинают рассуждать об ошибках в переводе того или иного сериала, то сразу видно, что человек достаточно далекий от киноперевода, потому что эти рассуждения показывают, что автор этих строк не понимает, о чем он вообще пишет, не понимает о том, что в кинопереводе невозможно многие вещи переводить дословно. И невозможно втиснуть киноперевод только лишь в теорию перевода. В теорию киноперевода и кинодела, да, но в один теорию киноперевода нет. Поэтому спасибо, коллеги, за внимание. И я думаю, что вопросы можно, если есть. Да, классный финал. Мне нравится. Да, значит, друзья, по поводу статьи. Статья называется «Заявка. Будущее звуковой фильмы». И написали ее из Эйнштейна, Пудовкина и Александров. Я ее текст вам в чат скинул. Так, если есть какие-то вопросы, то задавайте, пишите в чат. Я пока зачитаю то, что есть. Так, Светлана спрашивает. Иван, а есть скрипт фильма или в киноиндустрии с фильмом текст не продают и надо переводить с экрана? Значит, переводить с экрана очень редко приходится. Например, я недавно переводил фильм «Точка кипения», который вот вышел сейчас в кинотеатрах уже прошел, со Стивеном Грэмом в главной роли. Особенность этого фильма в том, что он снят одним кадром, без монтажных склеек. И, соответственно, очень много импровизаций актерских. И ни одним сценарием они не предусмотрены. Это, кстати, фильм мой абсолютный рекорд по длительности перевода. Судя по статистике в вёрдовском формате, я переводил его 80 часов, 10 рабочих дней. Потому что, во-первых, Стивен Грэм говорит на ливерпульском акценте, который абсолютно непонятен даже некоторым англичанам. Во-вторых, нужно было попадать в артикуляцию. И герои говорили одновременно, и просто на гуры, так скажем, списать это не получилось. Поэтому приходилось выписывать каждые реплики. В целом, мы получаем от кинопрокатчиков, как правило, мы работаем с ними, мы получаем и сценарий, скрипт получаем, или монтажные листы, монтажно-диалоговые листы. И переводим по ним. Но со слуха очень редко. Вот это, пожалуй, единственное исключение, но только лишь потому, что фильм имеет такую особенность, что там в основном импровизации. Даже бывают документальные фильмы, где тоже люди, в общем-то, импровизируют, но приходят все равно с монтажно-диалоговыми листами. Говоря об инклюзии, снимают ли сейчас фильмы, изначально облегчающие просмотр слабослышащим, с персонажами, использующими язык жестов? Я только Марианну Укрию могу припомнить. Вот, к сожалению, пока нет. Фильмов таких очень мало. Вот, хотелось бы больше. Значит, сейчас снимаются видеогиды, в которых носители языка, то есть глухие люди, на жестовом языке сразу делают какие-то преподнесения. И очень много переводится фильмов. Но вот чтобы художественные фильмы, изначально облегченные для слабослышащих... Этим занимается, кстати. Полина Синева, мы делали... Я видел этот стрим, да. В прошлом году мы делали с ней эфир. Полина Синева, глухая сценаристка, которая вместе со мной училась у Бородянского. И вот она рассказывала о репрезентации глухих в кино. Как раз таки. У нее есть телеграм-канал, кстати, репрезентация глухих в кино, если что. Вот, да, Полина делает замечательную работу. И, в принципе, она из немногих... Опять, ну, пальцем одной руки, наверное, можно перечислить глухих сценаристов, которые это делают. К сожалению, пока еще вот даже в хороших... В хорошие фильмы, например, фильм «Битва» про танцора, который потерял слух, видно, что в роли глухих детей снимаются говорящие. Это видно по тому, как они пытаются жестикулировать. Сейчас вот глухое сообщество очень активно занимается... Есть, вру, все, соврал я. Есть одна группа «Языки без границ». Это компания «Языки без границ». Там глухие и слабослышащие ребята. Они снимают фильмы целенаправленно для глухой аудитории. Вот сейчас они снимают фильм про Александра Невского. В Монголию ездить на съемки. То есть есть еще. Прикольно. Так, фильм с субтитрами. Как для зрителя воспринимается? Другая система восприятия совершенно. То есть ты не видишь, что на экране, или ты не видишь текст. Да, это прям вообще отдельная тема. Шикарная. Не подготовил я сразу, что-то не подумал. Есть видео в интернете «Движение глаз». Ну, коллеги, кстати, я достаточно легко гуглюсь, особенно ВКонтакте. Поэтому, если кто хочет... Меня очень эта тема интересует. Это тема управления взглядом зрителя по экрану. Ой, давайте мы... Как это в сценарии отражается. Давайте мы с вами вообще, кстати, отдельную тему это спишемся, проработаем. Потому что сейчас у нас появился аппарат... Я еще работаю в лаборатории когнитивных исследований в университете космического приборостроения. И у нас появился аппарат как раз отслеживания взгляда. Мы можем вообще эту тему раскрыть шикарно. Значит, да, исследования показали, что даже если человек знает язык фильма, то есть если, скажем, русские субтитры или русский фильм, человек все равно смотрит на субтитры, он отвлекается. Субтитры отвлекают очень сильно. Поэтому сейчас очень жесткие требования по длине строки и по количеству знаков в строке. Чем короче субтитр, тем больше человек будет смотреть фильм. Поэтому переводчики субтитров стараются делать перевод как можно короче. По субтитрам выучить язык не получится, потому что там хоку, реально это хоку. Нужно вместить реплику особенно быстроговорящих испанцев в 17 знаков со знаками припинания и с пробелом. То есть, ну, это абсолютно невозможно бывает. Поэтому субтитры очень мешают смотреть фильм, да, визуальный ряд теряется абсолютно. Мы с вами сейчас в рапорте. Вы правый глаз почесали, и я правый глаз почесал. Зеркальные нервы, да? Да, 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 да. Значит, смотрите, вообще, мне кажется, что вот то, что вы написали про конкуренцию 15 знаковых систем, это очень круто, но мне кажется, что в одну единицу времени человек может воспринимать только одну знаковую систему. То есть, он все равно не будет это все воспринимать одновременно. Он будет перескакивать через одну, и я думаю, что можно этим управлять. То есть, можно управлять тем, на что в момент времени зритель будет смотреть или слушать, или понимать, или думать. Да, и это можно даже на стадии сценария прописывать. Абсолютно верно. И в принципе, я тоже считал, читал сценарии и смотрел, как режиссеры работают, управляют вниманием зрителя. И вот здесь моя специальность, которая тифлокомментатор, здесь как раз очень важно следить за замыслом режиссера и сценариста, потому что если перефразировать чеховское ружье, то если оно в третьем акте выстрелит, в первом я должен его упомянуть. Но все остальное не обязательно упоминать. То есть, вот я смотрел шикарный мультик «Белка и стрелка» «Космические собаки», но с отвратительным тифлокоментарием, где описывались такие малейшие детали в видеоизображении, которые просто ребенка 5 лет, на которого мультик рассчитан, незрячий ребенок 5 лет, просто не сможет, умрет в этом потоке информации. Поэтому, да, я согласен, этим можно управлять, этим нужно управлять. И мы, как переводчики, опять же, и тифлокомментаторы должны это уметь распознать. Потому что вот тоже один из лучших тифлокомментаторов в нашей стране, он не последний человек, я его очень уважаю, но он написал такую фразу, что иногда в тифлокомментировании мы, по сути, создаем фильм, отличный от задумки режиссера. Ну и спрашивается, какому продюсеру это понравится. То есть, продюсер вложил кучу денег, чтобы там было 120 гигов, например, в фильме, а мы переводим в два. Ну, зачем это? Ну, вот вы упомянули правильные переводы. На самом деле, я с очень большим уважением отношусь к Гоблину, к Пучкову, но, на мой взгляд, вот это, эти его правильные переводы, да, где криминальное чтиво, в котором, как бы, адекватным русским матом заменены американские ругательства. Клан Сопрано он переводил и так далее, и так далее. На мой взгляд, это другое художественное произведение. То есть, это другой фильм. Да, он обладает определенными достоинствами, да, но это просто, это тупо другой фильм, потому что русский мат, он более сильный, чем американский, он имеет вообще другое абсолютно эмоциональное наполнение. Если, я не буду этого делать, да, но если я сейчас, например, бы сказал какое-нибудь матерное слово, вы бы, вслух, да, вы бы забыли вообще все, что было сказано на этой конференции до и после, да, и все, что вы запомнили с сегодняшнего дня, это то, что Молчанов выругался матом, но я не буду этого делать, да, то есть, и вот когда, опять же, мы видим, что герой, которого мы там привыкли, любим и знаем, и он вдруг ругается матом, мне кажется, что впечатление такое, как будто ты видишь, что, не знаю, мама твоя матом вдруг ругается. это так, это так, дело в том, что, действительно, ну, во-первых, если можно, конечно, так выразиться, русские и английские маты относятся к различным культурам, если можно назвать это культурой, да, если по классификации есть так называемая шайси-культура, да, когда все через же и с ним связано, и секс-культура, вот русские маты это секс-культура, то есть это половой акт и же с ним, а английский мат, там более сильные выражения связаны с дефекацией и всем остальным, и поэтому английское четырехбуквенное слово на F, оно не настолько грубое, как русское соответствующее. У нас был опыт, выступал на конференции Уильям Хайкет Джонс, это британский переводчик, который живет в Санкт-Петербурге, он переводит русские фильмы на английский язык, и он переводил какое-то арт-хаусное кино, и переводил субтитры, и в качестве субтитров он перевел таким матом, и когда на конференции он показал кадр из фильма с матерным субтитром, вот все выпали, ржали, потому что когда русский человек видит мат, написанный текстом, это часто тоже такую реакцию вызывает смеха, и такой накал страстей, карантина, куча крови, и зал ржет, потому что... Потому что кто-то матом выругался. Да. Так, обращайтесь ли вы коллегам, если затрудняетесь что-то перевести? Да, вот такое тоже есть. У нас, если вот компания, которой я чаще сотрудничаю, это Руфилмс, у нас есть рабочие чаты, где мы очень часто обсуждаем и докручиваем какой-то перевод. Ну вот я приводил в одной статье пример, когда человек зашел в бар, и там обыгрывается имя Седрика Энтентейнера, комика, и там нужно как-то это было вписано в блюдо. И вот мы предложили коллеге около ста вариантов юморных названий блюд с фамилиями известных людей. Так докручивали этот перевод. Бывает, но чаще всего редко так получается, потому что бывает так, что приходит фильм в перевод сегодня, а завтра уже нужно озвучивать, нужно за день перевести, допустим, под дубляж. Так, конечно, трэш. Поэтому, пожалуйста, не стреляйте в пианиста, мы переводим как можем. Так, переводчикам фильмов преподают основы сценаристов в обязательном порядке или они осваивают это по собственной инициативе? Значит, смотря где преподают. То есть, вот смотря где преподают. Я сначала осваивал сам, но сейчас школа аудиозайного перевода, где преподают аудиозайный перевод, как раз там курс ведет основу кинодела и киноязыка. Алексей Козуляев, он изначально сценарист и режиссер, он окончил Нью-Йоркскую академию художеств. И он рассказывает как раз об особенностях этого дела. Я на своих курсах, когда в университете преподаю, студентам тоже даю основы, ну, самые-самые основы, чтобы, по крайней мере, они могли разбираться в этом всем. Потому что в программу официально это не включено, но вот энтузиасты это делают. Какие качества переводчика желательно учитывать при заказе перевода своего фильма любительского в бюро переводов, не кинопереводов, на другой язык? Там есть носители языка, но нет сценаристов. Ну, опять, носители языка, вы знаете, сколько бы вы узнали, я вычищаю за носителями русского языка ошибок, носители языка – это не всегда гарантия хорошего перевода. Начнем с этого. Первое – это опыт перевода. То есть переводить фильмы должен тот, кто умеет это переводить. Я изначально, ну, еще занимался медицинским переводом, это моя была специализация переводческая, и я переводил в основном тексты, связанные с онкологией. Если бы я взял переводить, скажем, стоматологический текст, я бы там наделал кучу ошибок, хотя у меня медицинский переводчик. Вот то же самое с переводным фильмом. Если бюро переводов не имеет опыта перевода фильма, вот тоже еще момент, переводчик фильма не может переводить фильм в стол, как и сценарист не может писать в стол, да? То есть писатель напишет, в стол положит, переводчик письменный, как было в советское время, перевел книжку, в стол положил, а киноперевод, он заканчивается лишь тогда, когда он встречается с актером озвучивания или в виде субтитров, прожженных на экране. То есть перевести фильм, вы хотите закадр, вы хотите дубляж, вы хотите субтитры, это все разные требования, это разные виды искусства, и разные переводчики, как правило, даже этим занимаются. Поэтому нужен именно тот человек, который умеет переводить под то, что вы хотите, под дубляж, под закадровое озвучивание или под субтитры. При этом бывает, что не носители языка переводят на английский язык или на другой язык гораздо лучше, чем носители. Такое тоже бывает. Есть много примеров неудачно переведенных названий фильмов. Изгой сейчас вспомнила, но часто обескураживает именно название. Как вы можете это объяснить? Вот, кстати, вот даже переводы сериалов, например, Клан Сопрано, в оригинале он называется Сопранос. На мой взгляд, это удачное дополнение. То есть, добавили оттенок, мы понимаем, что это фильм про гангстеров. А, например, сериал Декстер, его перевели как правосудие Декстера. И, на мой взгляд, здесь вот это правосудие, оно совершенно лишнее и добавляет какую-то... Это что? Это судебная драма? То есть, ну, как бы, я не понимаю, что ждать. Или, например, был такой сериал Гли, который очень мне нравился. И его... Ну, логично его перевести как хор. Но его перевели как лузеры. Да? И когда ты видишь название этого сериала, да, ты не понимаешь вообще, о каком сериале идет речь. То есть, ты не понимаешь, что это сериал хор. Вот... Да. Здесь где... Как уловить вот эту грань, да, когда и узнаваемость фильма, и нужная коннотация добавятся, да? То есть, как с этим быть? Вот здесь переводчики вообще ни при чем. Потому что... Потому что переводят продюсеры и прокачники. В принципе, история столь же древняя, сколько и братьев Люмьер. Потому что один из первых фильмов братьев Люмьер, прибытие поезда на вокзал Лосьота, в разных странах уже пошел под разными названиями. Например, в России это было прибытие почтового поезда. Фильм... Название фильма начинают переводить еще задолго до того, когда же написан сценарий. Еще до написания. Только заявку подали. Например, так было с фильмом «Начало», который тот самый «Инсепшн». Когда начали уже продюсеры искать рынок сбыта еще до того, как сценарий был написан. И когда уже написали сценарий, когда сняли фильм, а фильм очень часто может встречаться от первоначального сценария, как мы знаем. И тогда стало понятно, что это «Инсепшн» это не словарное слово «Начало», а просто подумать, что это «Внедрение». Но уже это слово было переведено, уже оно было впечатано в афише, в кинотеатрах, в кинопрессе, что мы ждем новый фильм, «Скин каприо», «Начало» и так далее. Поэтому название фильмов, это чисто... Я за свою жизнь перевел только одно название фильмов. Только одно. Все время, более того, тот же «Нэкфликс», прямо у них прописано, название фильмов не переводить. Есть специальные люди, которые думают, что знают русский язык. Дело в том, что мне приходилось взаимодействовать с таким человеком. Он живет за границей, он не носитель русского языка, то есть он из России, но он представитель, скажем так, нашей инновациональной страны и не носитель русского языка, тем более живущий сейчас вне языковой среды. И вот он проводил такое одобрение переводов названия на русский язык, и это были абсолютно жуткие какие-то переводы. Мы называли это «Процесс витализации», потому что его звали «Виталий», и вот он витализировал перевод. Ну, так что, к сожалению, не мы переводим название фильмов. Это гениально, мне кажется, это должно стать термином. Витализация. Это название витализировано. Да-да-да. Хорошо, огромное вам спасибо, Иван. Мне кажется, что очень-очень полезная лекция, очень так, плотно, контентная, и очень много всего узнали. Так, ребята говорят, что, а что, я, может, я просто слишком далеко от микрофона держусь, потому что у меня здесь вот синенькая, видите, штучка горит, то есть у меня микрофон включен. Так что, если громкость, наверное, просто мне надо ближе как-то пододвинуться. Друзья, большое вам спасибо. Заканчивается вторая, первая часть второго дня. Пишите в комментариях много-много-много благодарностей Ивану,